эй гайз с вами снова из мая силы гир друзья ну что ж мы влетаем на второй полуфинал у нас много-много доты очень-очень интересно и мы уверены в том что катки будут интересны и также как мы уверены в себе ведь мы пользуемся который заодно кстати по счастливому стечению обстоятельств еще спонсор турнира а так что да даже не знаю как так случилось и потихонечку к кульминации турнира подходят и команды все ближе и ближе к тому чтобы попасть в гранд-финал ну вот самые близкие к тому чтобы попасть в гранд-финал очевидно в гейминг который уже там а вот среди team legion и азимут мы узнаем в течение пары тройки часов да ну что ж это у нас наверное вновь достаточно плотное противостояние будет вполне я думаю даже три карты ночью у нас начнут пока с бана факса покера и белки в этом плане пока все супер стандартно разве что наверное белку мы в последнее время видели больше в пиках чем в банах террор блэк стать сразу отправляется также отдыхать хотя про этого героя как то даже чуть-чуть может быть подзабыли команды во всяком случае в первом было три сегодня о нем было ни слуху ни духу таким образом какие-то команды решали свои вопросы не могли обыграть народы просто манили в первой стадии этого отличном решение пока что леончик цепляемся за него у нас есть на выбор лина медуза за которых можно зацепиться и скоров именно таких боевых в первой стадии за кого бы за цепесты я бы в первой стадии не браку а а был саппорт и но одним саппорта можно законтрить я бы так что были бы я бы 53 либо 43 взял в первой стадии до обычной краски тройку заставляют брать первым типа да ну ты сама отбиваться будешь мучиться на линии какая разница на ком да вот на играй на это игра на теме играми кентаври нам и так далее тут все таки наверно одного спорта нужно оставлять что три и плюс какая-то позиция 4 или 5 азьмут решили подумать это раньше был такой популярный распик какое-то время пик или вообще 5 4 3 1 2 ну или 2 1 то есть прям вот саппортов и более серьезным мидерного герой после начали да да так сейчас сейчас все бывает по-другому сразу у никса забирают чтобы медуза случайно не появилась видимо у противник или вас обрали за сами забирать прямо сейчас минуту себя зиму что в принципе их чему я не очень удивлюсь хотя ли он чик уже конечно чем-то может ей и на пакостить ману он умеет лишать а почему бы и нет звучит принципе неплохо а так если смотреть на то чем играли а вот вот он противный вайпер появлялся дважды против возьму запомнили они его шили взять скорее всего на 3 может быть мид но вчера зима брали дважды легион вайпер хорош против большого количества персонажей на данный момент с плюс мы видели плюс мы видели что сейчас вайперов собирают через быстрые травела и реально начинает помогать довольно скоро этот персонаж то есть это не какой-то пассивный получается летающий кусок слизи а вполне себе герой который неплохо на карте себя позиционирует почему-то мне кажется что это не мид варка я думаю это либо 4 либо 3 как ты относишься к тройке варки я к ней не отношусь в игре мне кажется что вайпер здесь 2 и варка 2 вот такая у меня идея ну вайпер если я еще могу согласиться в варка но по крайней мере точно не должна быть три потому что тройка варка это вообще кошмар это просто ад который не может танковать и просто умирает и приходится саппорт умирать просто за то чтобы какой-то урон впитать вместо вверх точно не три я думаю либо 4 либо лайнсак минус пак и да всякие лансер и вот тут все я все-таки предполагаю что вайпер мы хотим вайпер на тройку позиционирует себя нормально то есть он за счет пассивки становится таким а плотничком плюс-минус опять же вайпер сами да на него больше ответственности имеется то есть если вайпер смита взял свет рвала и ну тот же atos и не заснул болел то шейму нью как говорится а если вайпер стройки так сделал то ночь тройка чуть-чуть так минуту все-таки брали вот а горшин вспомнили у нас что есть спектра луна пластиллер дровка на луна уже минус медузку тоже решили на всякий случай подбанить морфа кстати вспомнили что довольно странно морфа вообще чуть последнее время видно особо не было почему именно его и любопытно решили убрать из возможности для пикозь марс есть хорош противорки если арену ставит они нет бкб в принципе упирается и не может с фокус фармить ну и кем развиваться тогда кто у нас еще остается из популярных нынче кэри персонажей которые часто появляются в принципе вот большинство перечислили вайпер луну убрали ой вайпер спектра дровка здесь на турнире у нас появлялся частенько 9 матчей линуса баллона и не в бане можно в легкую даже поставить и мой луна и в легкой этот последний раз видел она и в легкой часто достаточно в европе смещалась она мне кажется это только если например какой-то вайпер против нее там встал то можно смещать ланая но сознательно брать лана и в легкую я не смысла особого не вижу чтобы что нормально ее смещать если она берется первой стадии а потом ее перекрывает сути в этом но опять же смотря что они могут хотят делать по ходу матча кера шлептер вот она и например вот если взять вниз ты против опера не хочет стать на центре соответственно смещаешь ее на легкую герокоптер герокоптер это приятно герокоптер это приятно это сразу немножечко подрезает возможных иллюзионистов которых правда осталось не столь много на год например средних наверно лишь из таких стандартных вариантов потому что остальное в бане террор блейд и ланцер хотя сейчас почти любой мне кажется кор собирает себе манту и вот такой весь из себя иллюзионист получается саппорт саппорт на сейф хотя если ли он в рк 2 support снизу и не нужен никакой сверху что вот нормальный контроль из тоже нормальный контроль принципе уже хорошо что-то набрали что бывает прям без танов и совсем все плохо ага пара река ну видимо в рк и мид ты прав аппарат чтобы против кого пока единственного шанс почему аппарата взяли сейчас чтобы самим забрать что-то что контрилась бы аппаратом другого варианта у меня нет потому что это не какой-то дико ультимативный персонаж сам по себе это не какой-то лютый контр пик тому что уже есть на карте у противника и что можно ожидать если есть аппарат что-то дико хилищиеся что у нас дико хилищиеся алхимики хускары джиггернауты что-то такое химик один расправлялся на турнире выиграл в принципе алхимик смотря что ты хочешь ним сделать если хочешь пусть игру закончить такие классно а если ты потенциально хочешь что-то раздать аганимы что-то затянуть хотя опять же не взять и затягивать да но не знаю такой плод появляется для азимут приятный саппорт можно и 5 можно и 4 куда поставят и там и там он будет полезен в любом случае потому что батарейки делают больно в мидгейме даже без артефактов он не теряется за счет приятных с пылов плюс постоянная возможность дополнительно разведывать территорию ракетками в общем персонаж многофункциональный и даже без артефактов за счет хукшота через бкб полезным любой стадии наверх вот все еще непонятно 3 или мидеры не хватает цветов этого наверно по одному забанить легионом есть все еще легенка есть марс из трое таких санкинг но с одной стороны это может легионку в 3 и пытаться только слушай дека не забанен к будет забанен вот сейчас в этой статьи антимаг антимаг с одной стороны интересно с другой стороны я тогда не понимаю еще больше пик этого аппарата неужели это настолько настолько сильно его legend gaming рейтят в списке саппортов что готов его убрать просто потому что вот он есть но они наверное не знали какой то еще саппорт может появиться вдруг и верно который не забанен решили перекрыть таким образом на всякий случай заранее какой-то подхил да и вайпер тоже нет лампиризм есть магический если он берет талант конечно или там берет талант попозже тоже приятно когда дует то же самое геркоптер да если добирает например сатаник принципе перекрываешь тем самым таких персонажей антимаг вообще я бы не сказал что здесь много шансов справиться с антимагом в лейте как мне кажется и надо давить его в начале игры чтобы тот не фармил много потому что в начале игры можно комбинировать клокверка никса и этих дизейблов хватит для того чтобы антимаг погиб в лейте уже совершенно непонятно будет ли этого хватать других дизейблов пока не намечается так минусы легионка как раз минус сент кинг то есть все-таки предполагают и азимут или джон что тройки не хватает там и там вайпер пойдет мечта варка пойдет мид моим так и будет а куда их на переставить но это плохо я доверяю чем она может через быстрый дживилин пойти я говорю нет танка у тебя кто-то значит будет аппарат ли он кто-то будет вообще урона впитывать некому надо брать нормально тройку того же андерлорда ну хотя вопис тут конечно не очень хочется если башка тоже не хотелось бы но ты сейчас забираешь андерлорда получаешь какого-то кунку ответ больно пугал кулькой нет ну смысле кунка во первых не дает ведь антимагу во вторых не во вторых не у не дает увести андерлорду кого-то нужного или самому не знаю конка по меток это будет луз если сверху появится мне кажется что-то говорит кунка луз кто-то говорит в р к луз так что тут и так и так и свои я тебе скажу что это говоришь и ты и то и то ну это время слакс самый ярый наверно ненавистник в эрке раньше он был ненавистник а потом он начал на зло себе же как-то тогда смешного играть на 3 часа так что может и вверх он с вами не полюбит но так или иначе она очень часто оказывается тут night stalker они же играли сейчас я точно сказал на это интересно полонар это интересно по поводу того играли ли они они на 3 карте против каски а помнишь эту карту 445 вот такое 445 счет 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 по фрагам 4 да да так так и было почему я не против кунки потому что в эрке не убегает из-под кунки потому что антимаг не улетает из-под кунки потому что это достаточно серьезная вакханалия в драке с учетом торрент шторма и какого персонажа ты можешь предложить который мог бы ловить его эрку антимага и быть при этом плотненьким на третью позицию тайт он меньше ловит все это дело мне кажется рэш по фикте не может быть чем x марка в том бкб пока это все прожмется посмотрим посмотрим на блоге как же он разбирается в этой игре почему еще не тренируют почему я интернет но тем не менее смотри я когда говорил зевсендерлорд предлагая я сомневался говорил ты говорил 20 опять же это как я говорил тоже к черту статистику надо операции не на цифры так сказать здравомыслие по пику по пику мне больше нравится легион поэтому я за легион на первой карте так по пику по пику если ну я не могу сказать определенно потому что зависит от многих в параметрах если дофармит антимаг то антимаг здесь скорее всего не убить если удастся сделать так чтобы за антимагом выезжал постоянно никс из клокверком они там вдвоем с ним разбирались не давали ему нормально фармить леса если азимут смогут занять в первой половине игры там 20 до лесочек полном полномерно то для азимут шансов явно больше на мой взгляд так как он комит и вайпер три руки в адвен скучно подумал что это три кунг и испугался поэтому вдвойне все равно я слова свои менять не буду я не буду за легионов на этой карте посмотрим как у них получится исполнить ну вот что наверное я отмечу по этим коллективам мне не очень нравилось исполнение обоих троек и там и там проседали в вчерашних матчах игроки на этой позиции и в особенности меня наверно мастере вчера беспокоил который и на тимбери у нее не получалось игра и на котором там он еще играл сейчас помню посмотрю пока что можно сказать пока можно сказать что есть задел на то чтобы дать пространство антимагу задел этот в первую очередь состоит из баланара с которым легион играли хорошо задел состоит из врки которая может быть опасной на относительно ранней стадии игры с одним дживили нам или там одним элстромом и если эти два персонажа при поддержке саппортов будут наводить шорох то антимаг спокойненько будет фармить с другой же стороны ответные действия в первую очередь никс и клоппер так что очень многое будет зависеть от того кто захочет играть первым номером кто захочет захватывать большую часть территории и не давать противнику на не комфортно фармить после стадии ленинга раз на это будем обращать внимание да все верно но тут есть такой нюансик как я вот смотрю на легионки еще игра но там принципе ладно на легионки вам первых от хорошо откатал на третьем принципе больше богом дизайбл в меньшей степени он выигрывал урон какой-то там толку меньше не получалось дуэль нормально выиграть ну а что в конечном итоге у нас пару нам на старте по 2 без каких-либо стычек варды стоят правда тут окружили смотри вардами на центре удар вардами до 1 все-таки один поставили и сверху один на агрессию у вышки отчеток мало показывать или мне это кажется вард сверху слева просто он почему-то нижняя часть линии темный показывал что может конечно он близко верю стоит это не критично по поводу кунки против эрки тут мне кажется противостояние тоже довольно равная вплоть до 6 левела то есть если безошибочно играет ну относительно безошибочно без каких-то грубых до потерь что один что 2 это этот другой должны хорошо фармить это сейчас мы видим например что кунка прям качественно так начал фармить с другой стороны еще не уходила пока линия в сторону в эрки поэтому то и не удается нам подвигать крипов сейчас должно случиться она сейчас ошиблась по варшоту не добил крипа хотел избежать торрента в итоге на торрент попал и крипа не добил он еще и заданал с кункой ну я смотрю как раньше на кунки играли раньше все-таки тайбрингер который был активен но не использован еще он давал дополнительный урон и на динай сейчас все-таки это у кунки нет поэтому его и не так часто видим на центре и раньше прям очень баланс любого героя просто почти перебивал когда как получался но все-таки это для баланса хорошо что убрать тогда на центре мы видим что пока конечно некоторые небольшая доминация есть это черт джонера но не более того здесь уверкил пошел агрессировать на мастере не хватило немножко подкопа двоим на развороте ну и там надо будет отхиливать с фласки что всем уж немного здоровья осталось кредоза подсосали немножко маны но у того стики есть случае чего здесь вайпер такие пожадничал не стал регениться за что был наказан ну вот так делать начало кинза такое за такое а то то происходит обычно пункта 4 левел скоро будет да вот он на replay ну да просто ты выходишь на 100 хп надеюсь что 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 все не прыгнут вот я примерно об этом и говорю то что мастере к нему есть вопросы но может быть когда дадут ли елочку снова все вы хорошо что решила киа нормальчик исполнял этим бери не пошло может быть на вайпере сейчас тоже со старта будет не самым образом получается вайпер сейчас вернулся и со вторых погибли так это вообще фриле не будет для антимагон и так стоит пока на фриф армишь на 104 как у гонки у меня нет крипса пока что на торс возможно даже больше если чтобы кому достался парт или антиман фб досталось интимагу по моему тем более да но у мастер и здесь страдает конечно сразу вот вот и пример тыща о еще и пример сюда подходит конечно контролем тп то нет да ну куда он труп то тут уже антимаг настолько долго не хочет отдаляться конечно вот за живут внутри он 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 привел сюда крипов от них не валяться все труп трупа тима гриня не сапог конечно но во первых и меди и этого можно сюда теперь крипы уже близко не хочется они так были он сюда их привел сознательно чтобы крипов чтобы еще их заодно и прибить ну слушай крипа подвел крипа рип подвел крипа крипом ну я вообще хотел право пускать но ты перевел стрелки на тима я не настолько бесполезен как оказалось как казалось ранее кридос пока что я бы не сказал что у него линия прямо супер хороша 14 крипов с одной стороны да с другой стороны мы видим 27 на 3 кунка 27 кунка против 18 у бедной выявки понятное дело что кунка тут то лесочек подфармливает скорее всего часть крипов по 22-24 не очень дорогих прямо скажем но кунка еще и полный был опережает своего оппонента поэтому можно ожидать какой-то попытку интересную на шестом оппонента своего под зацепить пока пробивает более чем неплохо 6 будет буквально с этой пачки крипов повыршот не самый очевидный а скридозу неприятно правда может помереть сейчас ли он так и происходит угас еще пока работали батарейки но сейчас уже надо бежать отсюда и скорее всего лишь в таверну отпустят ночь еще и ко всему прочему начинается заселку в деревьях нормально и ходили решил не идти до конца будем тихонечко переходить к на это все понятно что фонки тут прекрасный крипстат остальные там примерно дом уровня антимаг только выше их ну и антимаг вот они два фрага на вайпере free линии пожалуйста делай что хочу и что уже к то везет чтобы дальше драться тут любопа или меньше при таком этом старте да может быть можно было рискнуть и супер быстро и попробовать себе сделать бф на решил уплотниться немножко а здесь попытка забрать баху но кунка как-то не использовал торрент и за счет этого не хватило немножко дэма джек локер время забирают на другой части карты надо ночной было на ром конечно против да так принципе должно быть но вот мы видели вчера как они использовали было на рано он забегал а первую ночь в центр здесь наверно за пункт и не решились из-за того мог спокойно напасть и сам на брк увы а сейчас еще и руны не достанется пока герафакторы забираете вешка наверху сразу церкви нападают на верту пошел похоже и корабль и все что только можно а тем временем еще и антимаг сверху очередь на разобирать вайпера на центре сейчас бегать за варкой она тут жива порядке ах ты на секунду была живой и нет и вверх а кстати я не понимаю почему здесь решила отдаваться был шикарный скан вот в эрке на верхнюю руну и она точно знала что там кто-то есть скорее всего знал что это никс потому что всех остальных было более менее видно на карте по итогу вышку забирают смотри да 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 по итогу еще потанкую сейчас шерджунир вышку под регенерацией и плюс строение очень ранний снос тир один и этот доступ к лесам и теперь можно будет попробовать в эти леса поставить вардики находить там антимага и в общем пытаться как-то ситуацию для себя разворачивать в этой игре потому что кунка например в связи с этими событиями догнал антимага при том что между ними было там пару-тройку сотен но у мастере конечно дела все еще не ошибка идеально но кулька пришел помогать сюда и это минус маэстро кому он будут фраг кунг себе забирает может быть она и правильно для него разгон сейчас совершенно не лишний он по кулдауну корабля может ходить и делать грязь будет делать алибар продолжается тем временем и за клинусом выезжают притом тут на ракет конечно немножко становятся алкера кунг вышел а вот это запасную минус ли он тем временем аккуратно аккуратненько все сделали бежать батарейки работают и воде блок и келлинг спрей уже для чиро джунира вот тут самый кунг который может пытаться может пытаться начало игры делать то есть ему бы еще антимага как-то немножко сгноить основная задача чтобы антимаг не нафармил остальных то он убивает это он молодец в любом случае но надо сантимагом сражаться дворка просто этот сам персонаж по себе такой то что там вверх у нас уже сегодня побеждал супер рассвеженная на центре сейчас такой же будет концы рассвеженные на центре маэстро по моему довольно нагло здесь вард поставил как будто бы мастере мог это заметить вам покликал туда значит заметила вайпер же несмотря ни на что прям супер быстрый себе пытается сделать атос это и ловить в эрку это ловить интимага пытаться это и night stalker не давать летать то есть атос здесь дело здравое что тут вверх очень здесь я не понимаю ну окей загоните вы этого вайпера будете пытаться сломать вышку что ну да с вайпером вообще без проблем справились сюда какие-то телепорты даже пошли и может быть будут сражаться за вышку тут вообще все пришли все туда ну разворотить надо во первых в первую очередь ну да там в эрке прилетел джевелин а я так понимаю а фокус вообще пока у нее не вкача сейчас на вот возьмет 8 вот теперь появляется да сейчас джевелин 8 скоро появится и может быть это может быть по сторону подраться есть прессит вайпер вдруг а он летит команда с еще рядом только могут попробовать подбайсить теперь на этого вайпера потому что лично могут подумать то не буду же они здесь 30 секунд как непонятно кто стоять в итоге зацепили хардель а очень больно в свою очередь клоппер тут уже погибает заплёвка пошла также по хардель у тот скорее всего не догорит тем не менее далековато был кунка по итогу без него драка совершенно не получилось минус 3 кунка вот сейчас подходит и там за кораблировал в ярку удалось не справиться но конечно чуть-чуть размазанный получилось это атака со стороны сил света я во интимаг фармит тогда антимаг ушел просто вообще на другую часть карты мол никого нет только он и крипы он серьезно хочет качать кристаллиц дайте угадаю он дальше плющики хотят вы час у нас становится на ракетке ракет больше значения раз не брал чую он будет сейчас реально брать плюсики это интересно потому что пока еще команды я не видел чтобы активно использовали вот так вот прям часто активно использовали возможность раскачки через плюсы так то есть европе видел но это не на постоянной основе это гранично случается ну я думаю просто начали принимать что в некоторых случаях это и начал снова иметь смысл так здесь руки успевают улететь до стики есть 6 стиков летела ой-ой-ой-ой погибает все таки погибается если его еще попытаться обидно но корейки 0 закончилось работают батарейки пойдут ли искать сейчас августа это довольно забавное место она как и нарушение работает если ты вплотную не пойдешь не увидишь здесь героя за богом на место все пользуются или все-таки не бака фича да нет но это так не должно работать очевидно не в рашпите не здесь ну в рашпите ладо там еще можно это оставить как фичу не просто также не еще раньше так посерединке останавливался можно было сейчас не сделали еще там два таких кошечка ябочки за что такое а тут скорее бак данный минус вышка минус вышка опять же супер равная игра супер равная игра но мы понимаем что пункт а все-таки не будет иметь такой фарма килл потенциал в лайте при должном фарме ну он уже раньше были кунки с дейдлсами рапирами кстати в верхних лесах какая-то атака идет но пункт окажется никого не смогу зацепить на крест хотя крест максимального левела вот хук шуток только откатился возможно напали бы когда был алибарда почти у него готова так 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 а тут смог но не все палит нельзя смог прожимать а тут контора знает они все это успевает ли отойти шикарно получается пункт счет ошибся испугался что видимо понял что что слишком много здесь людей команда не очень хочет подходить и далеко ли гирокоптер находится про фармливает лесочек вайпер тоже коридос кстати мог бы улететь и футация но у него т.п. вот только сейчас команда уже не для суши а суша stalker делать саблю все такой боевой ставки будет он будет не просто там дизейбл там сал накладывать он будет бить потому что сабли будет ли он первым артом планирует себе форстаф сделать это крайне грамотная вещь потому что можешь и попытаться подсевить из-под кунки и очевидно из когов и разорвать дистанцию свайпером в общем национальная штука довольно получается кунка вместе с командой здесь докопались до фаришина маэстро ну да забатали ровали его тоже это минус маэстро но старик был на дыш достался правда тоже кокерку не сам эти маги все еще найти не могут прошло полтора минуты даже две ужина с привоза б.ф. а уже антимаг фарм на находит нормально мак мы видели что в одно время был наравне с кунка и сейчас разница уже в 600 золото решил не а под стики хотя 50 золота можно потратить продать серк летку за корабль выиграет от . подкоп учета влево вправо никуда не получился уйти хорош фраг развить бы его куда-то еще тут проблема в том что еще и дэмэджи построением то не так чтобы много было сил света то что мы не особо не отмечали кто убить будет вышки бит особый некому просто физуха кунка однако быстро сломал вместе с катапультой так что под когда пульты выходить будут как-то пытаться раньше я помню когда кристаллист стал впервые за долгое время каким-то дешевым когда по моему еще и был был торн собирали его активно брали первым реально что ли в плюсы пошел герку при понять сейчас есть за тоже один один скиллпойнт у него час есть точно забавно что почему-то нигде эти плюсы не отмечают здесь на придоза вышли но и как-то не вышло сделать все хукшотик сюда горит и выкинули еще подальше но по лесам то как дальше за ним гоняться не совсем ясно ракета 1 ракета долетела 2 знают где находится на самом деле сейчас гэшечку еще поставили ну и сюда корабль сюда все-все-все мега килл-стрик уже на чир джуниоре как-то долгого конечно выкусить но две ракеты есть вторую не успел герокоптер отправить stalker наверно он бы ушел а так не получилось здесь редко на на вайпера или куда разорвались до разорвились мог сейчас чир джуниор поймет что близко к команде быстро увидите нормально вот так делать трик пожалуйста вообще не понял почему увидев вверху он не подумал что здесь может быть ни одна возможно надеялся на команду который как раз подходит но команда без способностей до размер на леона хорошечно нет маны нет маны чтобы в ходе закинуть зато есть рубеж надо кстати должна накапать нужно как-то толкнула и чуть-чуть а пытаться убегать на бак отсюда и по ему не помешает я тос когда был тут хорошо все совпало так что прекрасный размен функи на леона еще плюс урон забрали там легион и фармит антимаг фармит антимаг что самое важное для команды legend антимага вообще не трогают пока пытаются найти другие фраги где-то пока гоняются вот за этими night stalker mintimag целенаправленно отрывается по фарму все дальше и дальше от гирокоптера покажите пожалуйста талант гирокоптера можно в лицо я возможность имеется покажи мастере заходит нам стычка стычка пажа уважаем свечу и пытаются хардель забрать довольно много дать же минус в размер на тиро джуниор проседает довольно серьезно получится ли как-то его зацепить здесь пока не совсем понятно неплохой воде блока цивили стронга еще и карапасе приходится также гирокоптер защиты дайку дал просто чтобы дальше не подходили прошила vr к довольно неплохо оверхи у решил тоже посражаться здесь кстати самого его могут сейчас попробует запинать успевает уйти как обидно ракета кстати если еще одна полетит то можно будет попробовать баха на тимакаса севин рада я не знаю про нету драку выиграли ракета на ход будет нет да нет тимак уже на базе смотрите если плюс у гирокоптер вот линз 3 там все дамажили более чем даже вайпер опередил всех понятник боковой дальше на конке будет тоже довольно понятная штука ну вот смотри здесь 10 и один в таланте 2 плюсах да реально два в плюсах кстати это супер странно почему это нигде не отображается ну то есть почему это раньше там столбик конечно был полно тоже набу наводить и нет по моему раньше можно было так глянуть то есть была сверху условно какая-то пассивка отображается но мне казалось там просто слева были характеристики вот как у нас на иконке только они были не поверх конки гирокоптера просто рядом отдельный фонд и на него на буду водиться тут пока ли он очень быстро стирают что там влетел ничего не успел хорде ах ты бы как бы казалось бы застали про гирокоптер и хорошо тут убирать и это уже не очень хорошо для легиона и можно на рошан тут проблема такая теперь настает что есть интимак который фармит и который не участвует практически в драках но хватит ли этого антимага 1 потому что тамара вышку это буду сломать дайер чтобы хоть какой-то воздух команды странировать пока боковой а чего это делает у него кого вообще потенциально может быть нет когда-то да но она не успевает пока у нее не молнии ничего нет очень бедный главный тут сейчас не накосячить потому что ты покупаешь митрил хаммер на бкб и случайно собираешь из него молнии тут надо заложить и дживилинг себе ну или если собрать во время разобрать маэстро маэстро мастере два человека одном антимаг антимаг как бы тут час не завершил отъехал ствол я вернусь не даю не дают нормально ему по карте двигаться а правда довольно больный гадси тоже хукшот еще есть коги есть но чуть-чуть поздно а вот таки приходит сюда среду стронг и вместе с команды придут начинает наваливать ну и минус 4 минус собственно это пока только делать что хочет это как в р кого тоже смотришь на эту герой ну нифига не должен делать а делать что хочет ну вот как это вообще позволено смысле только отличный контрпик так как поймали поймали баху баха улететь отсюда смог во время потому что дома прервал эту комбинацию с помощью шейкла неужели пойдут до конца или прям только торпиком но я о том что это не должно постоянно работать а тут окей во первых кулка молодец то что он постоянно агрессирует и постоянно делает ну иногда ставим как ошибается но в целом хорошо большая часть они так дальше они идут дальше они находят здесь так честно x марк и все хотя решил сначала дарь стать длингер вместо x марка ну да ладно у него им клоу что не подождем им клоу на каком на 27 до появляется минуте у нас значит корид не им хотел как все очень много в него влетает от всего лишь клоптер зачем так много тратить на коптер да вот вы потеряли вверху в итоге приходится очередь джунир в итоге приходит что вся команда сил света в итоге длительный станков ордель пытается улететь хоть куда-то но никуда пустят он будет минус august тоже скорее всего погибает даблки для мастер врывается врывается в хату space тут уже надо каким-то образом просто space постоянным видом это не очень хорошо потому что вроде бы антима фармит его никто не трогает но его преимущество над ближайшими оппонентами меньше тысячи это не так чтобы много и оппонентов 2 а дальше у тебя провал до верки еще 4000 вот чем много тогда в этом даю проблему то что пока пока не появится вверх и она здесь будет просто умирать 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 поэтому и вообще не нужно соваться в драке иди фарме убирать просто скоро огоним уже будет и гиро станет еще более противным может она думать что она с драк больше вывезли денег проблем точно умирает гир еще и за счет этих плюсиков он плотный получается в принципе наносит много урона и часто его даже макс или раньше вот это как раз таки старые добрые сейчас джакалокоптер вот джакалокоптер какого-то пятнадцатого года четырнадцать или тринадцатого вообще сперва идут может еще есть первый даже но вообще по факту второй точно это часто упоминали в камере комментаторы наши коллеги искать а спущу давно вызвал жира коптера но это все таки именно джакалокоптер который просто через тусики тупо урон жира коптер это был знаешь который выберет satanix коди ну просто тупо ты жив чтобы не убиваем его так ах ты с индекс не успел дарить но это все равно так он просто время а возможно верить развлекается ракета а вот ракета испугала да 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 а вдруг ушел но неужели да нет тут снашаров не угадал антимаг пока делает то что должен делать он сплитит он отвлекает на себя внимание сейчас вместо того чтобы например пойти на хайграунд ребята начали смещаться к этому антимагу оба кб но молнии все равно да не хорошо не самый приятный тем не менее огонь и появляется на гиро и теперь в ярко может пытаться хотя бы кого-то выиграть другое дело что она не очень плотная и там просто и в лицо райт кликом нас уют и будет ну опять бкб виндран ты принесли секунд 6 не уязвим не уязвим дальше секунду дожка вот убить а что ее только хукшот может остановить хукшот если от вас есть она есть в бкб 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 виндран поэтому игру не уязвим хукшот коги и все и весь виндран стреляешь коги так смотри тут подходит команда legion на вражеский хайграунд с видно стронку успевает поражать все как надо успевает уйти на лоу-граунд с видом строк то и вот просто дэмэджи 0 просто 0 дэмэджи то есть баха в весь свой блэкин бар бегает от персонажей они к минус раз кого на соку своим в никса но там видимо успел то ли карапас вообще начало сначала в карапас и потом улетел на лоу-граунд и по нему уже на через форстав и на него уже было не среди ну да тяжело здесь все пока идет и по итогу по итогу возьмут сейчас действительно завоевываются очень большое преимущество за счет стороны причем не может даже нормально ворваться в драку антимаг потому что антимаг вылетает получает ли парни кстати кого нашли маэстро нашли на нем с одним так глубоко явно не пойдут будут ли вторую сторону пушить сейчас любопытная идея потому что хочется стянуть сюда антимаг минимум антимаг где-то уже неподалеку на гера здесь очень сильно смотрится связочка от вашим а продолжать или он бы сейчас по двоим но это и не страшно потерять но опять же минус ультаппарат просто отойти а вот если вы связали подвышка там ли он был же счет хотел дал бы вытягивать не просто пока вытягивают своего оппонента и в принципе в них и граунда драться силам тьмы наверно не хочется вот он кстати пошел пошел никс пошел них на разведку алка тоже здесь бегает пока обычная но очень делится антимаг пришел хочет помочь сам остался блокверк отдельно блокверк перехватил аванпост судя по всему для того чтобы на 26 не досталось надо ножка xp интересная экспо прямо туровную подпадает там 25 26 до каждого вначале каждой минуте вот попытка справится но вот так должно получаться хорошо но опять же потратили три ультимейты бкб на фраг на них все сделали он того не совсем понятно теперь если удастся развить это будет хорошо что идет погоня за мастер холестану его замедлили его байбек на развороте вылетает сюда гадзи начинают наваливать по агусто там просто его не забрать потому что шар у него уже есть надо с руки по нему бить в итоге это минус 2 уже хардель пытается куда-то слинять но и шлепает антимага чтобы быстрее сваливал шоу фармить крипчиков overkill успеют нет не успеет не дотянулся видимо пункта немножко со всех сторон кираса со 8 оружия до подкопе ай можно капнуть кстати но или ракетку подождать в диалеках лучше бы а не попал сейчас он будет и он была идея такая была чтобы подкопы и зачем станет с нами получилось 9000 преимущественно 28 16 гирокоптер обгоняя первый раз антимага вроде как первый раз за карту уходит топ networks уперся в карапаз а не успеет о их ушат крипов не удалось все грамотно сделать маны еще не тугаться для то чтобы продолжать кстати в ролях крест наконец-то появился в игре еще у кулки кирас уже есть теперь антимаг еще меньше будет наносить и добил крипчиков обидно манту прожал ради этого поздно 9000 преимущества опять же когда у тебя без интимаг ты при отставании играть более чем не хочешь пока приходится и сталкер бкб тоже себе будет делать совсем не очень много у него прямо скажем по над ворсу мкб же это с рассчитан на будущую бабочку если бы маэстро маэстро видит его быстрый смерт успел оставаться на не страшно а здесь кстати интересные дела тут баку просто разваливаю вообще не ощущают оверкил пришел сюда так стало поинтереснее немножко хотя бы вайпер смогли забрать но в размен на трех персонажей двух из которых диска лёсу развалил и как будто бы можно попробовать через мид зайти на топ сейчас попробовать антимаг как раз пошел этот мид отбивать пока байдора нету спецломать у 3 может быть даже по барак а мосту ты сломать даже сквозь бакдорной носки самок если он включится сейчас там еще разливай 15 секунд после клипов нужно вот осталось то 2 до 3 снизу димак что только с каде еще что-то везет еще то пашку на обычную взять вряд ли он видит какой-то башер тебе 5 500 5 500 где-то 5 но нет 3 артефакты патера это у него уже 18 тысяч а потому что надо все-таки иметь возможность возвращаться по встрече дек не туда до сантимагом гоняться вот так когда рядом нет кунки конечно сомнительное удовольствие а кунка и не хочет быть рядом с этим агам сейчас просто либо где-то что-то там делает непонятно чем занимается не самым полезным наверное так дум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум по прямой а что дальше форсик на наш дать ракету атака всего он поспел спит пел еще под ко пусты и прыжок хорошо улетел дали виджун а точек то есть нет уже так использовал уже да да было тосик ну да за антимагом конец и нет смысла есть смысл просто допушить третью линию тут пока никто не пришли принципе да просто настолько вообще наплевать на эту верку становится резко по поводу мкб это в первую очередь против верки они на будущую бабочку но тоже два в одном я думаю так ну так не жилец так речки подходят дедаус уже приобретает себе гирокоптер гирокоптера плюсы по-прежнему куча плюсов правильно да да 4 наверно у него ключиков качать все уже 21 но если чего до 25 две с половиной тысячи здоровья гирокоптера плюс тридцать семь такого стата всякого стата двадцать семь третьего стату 13000 преимущество гиро уже на две спины тысяч опережает антимаг пока боимся могу ну она даст ему как минимум сейф я антимага то и так не то чтобы сильно убивали другое дело что антимага и урон не наносит особо и бкб ему никак не поможет в уроне как-то подняться пока сатаника нету гиры опять что все равно парад есть в теории еще что-то можно сделать вот но как раз мы сами страна сми крипами один этим от не справится у гиропал один сворт есть он регенится все равно довольно качественно если не подать в этом аппарат маки антимага вносит себе бкб попытка найти оппонента пока вы успеет поражать как-то так не успел поражать бкб почему-то зеркоптер в итоге фраг раз фраг 2 попытка еще что-то сделать интересное но тут уже все успели кажется кажется кроме кунки знаешь каких раз теперь хочу сказать это не на проняло полная хочу сказать да да пожалуйста начало конца нет маловероятно для вы руки конечно тут надо еще до хоть что-то полезно сделать херстом появился вайта но новоприобретенный хекс у мастере руты и бригеры не по словам и ары да и как бы этого и того если это так что гирокоптер потом гирокоптер не нужен потому что побуждать в этой игре электрон ломать там нет байбэка на антимаги то есть можно проверить если он понять что нет и пойти и заканчивать ну да гир появится раньше смогу еще будет секунд чуть больше 30 то принципе можно и т3 сломать с бараками оставшиеся чтобы прям уверенными быть а то вдруг так опять гирокоптер отлетит быстро еще и подобудили здесь никса чтобы тут про гениал ману и вернусь сюда на вот он и и вернулся хардель агуст идут вдвоем как вместе бкб подключается мастере довольно неприятно это залетает минус мастер скорее всего будет успевает еще выдать пару спилов бака правда кончается очень быстро байбэк у него тоже случае чего имеется насосался здесь ли он но его просто с руки забили ну и к оказывается совсем сложной целью для лежан вот и дайдл сказать у нее появляется остался довести докупить и двигатель нож конец чуть-чуть чуть-чуть вот эти факты я считаю секунд не хочется шекель хотя странно вроде бы и там идеально по диагонали стояли вот они мега крипы дождутся вайперы заберут аршан сейчас и заканчивать он тоже уже для вас появляется отель понимает что кажется к нему выдвинулись пытается избежать смерти просветили но тут не попасть шо там наверное по настолько быстро двигающемуся противнику приятная регенерация да можно манку себе восстановить арша 2 до по курьерам туда светили неосознанно так встретишь сейчас скулка здравствуй просто здравствуй кукшот да не можно рошан тут жить и просто для того чтобы уж точно закончить игру положить там с этим оком встречу вайпера в это время но там ничего интересного ну там он один конечно на день текстом плюет не нужен кто тысячи а в итоге забирают себе всяких мелочей шарта подают да да шарт вайпера помо отдали сырочек себе прикладывает кунка и теперь можно и после бой обычно он трудный самый здесь наверное не очень месяц команды заходят начинается заплёвка тир-4 вышек очень хотят быстро развалить хотя бы 1 но успели с ним справиться но и сама в рп сейчас просто рискует погибнуть кридос сражается до конца под блокимбаром overkill 0 дэмэджи нанес примерно за эту драку ну и в общем на этом антимаг выходит с карты вместе со своей командой не по зубам оказались коллективу лиджин оппоненты ну в принципе тут сложно посмотреть с этим я говорю тут вопросы как получилось что просто отдали всю свободу воли просто что здесь у кунки что в предыдущем матче в реке и просто пожалуйста бегите и делайте что хотите мы тут типа не при делах он сам такой стал толстому он изначально мы вообще никак этому не поспособствовали просто никак мы не видели по итогу что хочется сказать хайлайты во первых посмотрим уже с самого начала в принципе было понятно что в эрка как-то не находит себя до конца по игре не может она вот как ту вверху который мы видели себя позиционировать не получается ну опять же здесь хорошо до конка была спик против верки неплохо как-то менять ставить stalker против пункт был бы почти то же самое может быть чуть сложнее было бы столько развивать кирпов вверх и так по кирпам страдала но один а тематик просто уже не вывозил stalker тоже пропал это знаешь это классика на этом турнире сначала один кирой пропадает из игры потом 2 приседает ну а там уже и за основным кором тоже дело за малым здесь с одной стороны казалось бы вот выдали это пространство для антимага но какой ценой ценой того что два кора противников были наравне с антимагом по фарм то есть вот даже здесь мы видим 10 800 антимаг 10-100 оба кора противника ну если сказать 2 когда будет в таком же это тогда цена всего пока непонятно опять же мы просто наблюдали что вот одну игру команда играет так что вообще практически не придраться вторую игру все с точностью до наоборот происходит так что здесь сложно какие-то предикты давать не только по просто так серии но и даже пик увидев не всегда ты знаешь как произойдет ну да но что могут придумать для начала легион поменять драфт возможно очередная игра который проиграл в рк прошлого случайностью исключением возможно несколько несколько жадный антимаг как мне кажется все таки сейчас и плохого какой еще жадный кор который совсем не подключается в драке сейчас популярен уметь ну смотри он выигрывали не выиграл каких-нибудь претензий если бы антимаг проиграл линию и потом уходил в далекий фарм то вообще не подключался было не были бы опять вопрос я тебе какой еще жадный кор который не подключается в драке популярен нынче в миде на самом деле нету но нету таких ну кто ну могут быть всякие коры которые могут вообще сушил улы как бы сегодня которые появлялись без у тебя это они тоже не сам подключали стоишь и проигрывали но которая подключалась она выигрывала это говорит нам о том что если у тебя есть персонаж который вынужден фармить миллион времени и никак не помогает своей команде это скорее всего не путь тот же проблемы не в персонажи проблемы в исполнении если герой такой но он может подключаться у него были шансы он может очень тонна урона вносить со своего ультимейта это основной его урон даже не просто пить руки так что герой может подключаться а вот как уже игроки исполнять бы ты даже другое ты не можешь что на урона вносить с ультимейта вайпер довольно тупой у него мало мах игроков рома ломаны у кульки мало маны у всех и мало маны них сломать локер силовик он косил их да ты не ломка не может влить ладно окей тогда это драфт проигр 30 3000 успел нанести коридос в принципе он на всю игру занимался нанесением урона но и по вышкам мы видим что тоже отстрелялся более чем качество по итогу хорошая игра надеюсь что во второй карте ли джон смогут все таки нам показать что-то более осознанное более рабочие более собранное более команды согласен сейчас посмотрел цветок светло сзади стал тени хотать ним фон и головы будет секундка на второй карте через пару минут а а